давайте все кто не отправил отправляйте и поехали разберем что же сегодня у нас здесь есть в этот раз четыре вопроса потому что 5 только что удалил сделаем маленький рикап того что было в прошлый раз надеюсь attention и трансформер были вам достаточно понятны чтобы хотя бы общий концепт запомнить и понимать и первый вопрос self attention score вычисляется для кого-то выбранного входа как-то происходит у нас там был 3 тип векторов key query values на самом деле обозвать их можно абсолютно по-разному волнует нас только понимание того концепта что мы делаем абсолютно то же самое что в энкодер декодер архитуре при вычислении attention у нас есть одна голова которая смотрит на что-то конкретно сейчас данном случае это кури и по всем ключам она итерируется это все состояния остальные соответствующие не состоянии простите виктора соответствующие другим словам соответственно мы варьируем key фиксируем кури правильный вариант ответа у из фикс кури вектор and run all the key vectors это зелененькая штука в принципе да в принципе вариант ответа никто у нас кто-то один зафиксировал value вектор да ладно я думаю концепт всем понятен в одном и смотрим другому варьируем это основная идея и почему я про это говорю потому что когда мы говорим про энкодер декодер штуку там уже все-таки надо смотреть конкретно в декодер в текущее состояние чтобы сгенерить следующие а варьировать все из энкодера это важно второй вопрос абсолютно провокационный чтобы нормировать выходы какого-то лэйра так тут правда не видно какие варианты здесь написано давайте это посмотрим ну первый вариант использовать бач норм второй вариант использовать layer норм третий вариант использовать minmax ну про бач норм сказать в принципе ничего плохого нельзя его для этого и придумали в 2015 году и с тех пор на замечательно позволял всему работать быстрее красиво и так далее но его почему только 7 человек вспомнили остальные его обделили layer норм вижу запал в душу до layer норм позволяет нам нормировать выхода абсолютно еще также мы про сделаем предположение что нас теперь все признаки на новом слою вроде как однородные из кого-то одного условно распределение ничего такого поэтому можно использовать их как выборку чтобы на нее же нормировать ну а минмакс я засунул просто чтобы оба ответа не были правильными я ни разу не видел чтобы в сетках использовали минмакс если вдруг кто-то когда-то использовала скорее исключение чем практика позицию он кодинг позволяет нам сохранить информацию о том в каком порядке были слова работать с этими секунсами последовательностями любой длины рисовать красивые картинки на семинаре и работать только последовательностями которые не длиннее чем в обучающей выборке ну как можно заметить 2 4 вопросы ответы точнее противоречит друг другу либо любая длина либо нет и вообще говорят зависит от того какой позицию он кодинг мы с вами используем на прошлом занятии мы с вами разбирали позицию кодинг предложенной ребятами в статье трансформера которая краски на синус косинах стоит и он позволяет нам любую длину последовательности учитывать даже больше чем то что было в обучающей выборке вот эта аналогия с часами вполне себе хорошо работает пока часы не замкнутся тушь синус косинус периодически функции все работает если же мы используем для позицию кодинге то выучены эмбэддинге позиции то так делать нельзя мы можем работать только секунсами для которых они существуют все что длиннее уже не работает ну а рисовать красивые картинки сохранить позиционную информацию провокационные вопросы ну и self attention механизм придуман для последовательности это работать только с ними должен работать хорошо и с картинками и должен работать даже со всякими графами видео и всем остальным это вот основной на самом деле момент который нужно вынести с прошлой лекции трансформер и вообще концепция self attention работает хорошо абсолютно совсем потому что мы там с вами даже не обращаем внимание на то что нас вход имеет культ последовательность если мы говорим с вами про картинку пожалуйста у нас там уже пиксели у нас получается можно по двум осям все попарно смотреть видео пожалуйста появилась временная ось кин графа пожалуйста разложили на какие-нибудь не знаю под множество смотрим как они между собой связаны то есть что угодно берете к нему приделываете получаете себе кросс вот эти attention скоро их используйте дальше все хорошо работает вообще говоря почти во всех задачах вот сейчас на мальтренировках вышел виду с краски рассмотра кого-то соревнования по генерации картинок и там тоже self attention gun засунули все хорошо работало так но в принципе на этом наш маленький тест все спасибо за то что все проснулись его прошли я передаю слово насти она расскажет вам про берд и про то как вообще работал всем привет еще раз а сегодняшняя лекция как слава уже сказал будет таким продолжением трансформера и я вам расскажу про более-менее современные методы которые сейчас применяются в нлп то есть собственно говоря то что вышло с начала 18 года до текущего момента большая часть сеток про которые буду рассказывать ну все кроме одной они основаны на трансформере так что очень круто что вы пришли тест вспомнили что такое и я надеюсь что все присутствующие хорошо понимают что такое трансформер это пригодится на лекции сегодняшняя лекция будет скорее больше вширь чем вглубь то есть мы не будем рассматривать каждую сетку прям вдоль и вперёк потому что их довольно много здесь написано и в общем то основная цель сегодняшней лекции это рассказать вам поэтапно как вот она все развивалась сначала восемнадцатого года какие сетки выходили какие компании их делали какие основные преимущества у них были и зачем вообще все это нужно почему с помощью той или иной сетки удавалось достичь соты на там какие-то пару месяцев потом выходила новая сеточка чуть более чуть более хорошие вот в целом из самых наверное популярных слов которые вы здесь видите это берд я думаю многие слышали что это такое кто слышал какие а вот те кто подняли руку они слышали просто ключевое слово или прям знает как она работает там чего как зачем нужно окей нужно сейчас напомним вот остальные сетки в принципе тоже плюс-минус популярные наверное про элма кто-то слышал кто слышал но чуть поменьше но тоже в общем так исторически сложилось что эти сетки стали называть с именами персонажей из улицы сезам из детского мультика ну вот как-то так вышло и поэтому сегодня будет много вот таких картинок их я взяла из блокпоста где собственно объясняется что такое берд и все сетки вокруг него и там каждую сеточку обозначает вот такой вот картинкой довольно удобно запоминать вот ну начнем с того что рассмотрим сетки которые вот здесь вот нарисованы 5 штучек и потом я расскажу чуть чуть более новые варианты а именно трансформер excel и gpt2 который считается сотой на текущий момент вот сейчас какое-то время еще будет оставаться видим окей давайте поедем по обзору сеток значит первая сетка про которой мы говорим называется опу на и трансформер ну и как видно из названия это собственно трансформер который рассматривали на прошлой лекции с небольшими докрутками то есть основная идея здесь та же самая в опу на и трансформере используется self-attention и он очень замечательно работает так в чем же отличие почему эта сетка работает лучше трансформера и зачем она вообще нужна основная идея которая проходит через все сети которые мы сегодня будем обсуждать это то как можно применить transfer learning в нлп собственно до выпуска опана и трансформера ну и там всех остальных сетей берта и прочего было достаточно непонятно как сделать быстро и удобно так чтобы мы могли натренировать нашу сетку на каком-то большом корпусе ну например на википедии полной википедии предучить нашу сетку сохранить где-то веса и потом давайте там нашим коллегам скачивать эти веса и просить их только дофантюнить сетку на какую-то конкретную задачу такой метод идеально работает в компьютер vision и все замечательно но для нлп было не очень понятно как такое делать и вот ребята из опаны ай смогли ну и не только они но только на и трансформер достаточно популярен смогли как раз кастомизировать transfer learning для нлп собственно как это работает у нас есть два больших этапа сначала предобучение нашей сети а потом файн тюнинг ее под конкретную нлпшную задачу задачи может быть что угодно начиная от простой классификации распределить там тексты на спам не спам не знаю на темы распределить на что угодно и заканчивая машинным переводом вопрос ответными системами там каким-то поиском возможно в общем любые нлпшные таски которые мы уже обсуждали которые не обсуждали вопрос что же происходит на процессе предобучения практически во всех сетях которые вот мы будем обсуждать процессе предобучения обучается языковая модель то есть мы учим нашу сетку предсказывать следующее слово то есть у нас есть огромная текстовая коллекция тоже wikipedia и мы просим ее по контексту предсказать следующее слово а понятно что таких вот примеров для обучения будет очень много потому что текстов много и плюс мы их каждый еще объем там на предложении в каждом предложении можем предсказывать каждое слово получается супер много материала для обучения которые что самое приятное не нужно замечать никак то есть у нас есть википедия ничего не разметили взяли слова предсказывали замечательно интересный факт который отметили собственно ребята из у пана я гугла фейсбука там и прочих компаний это то что обучив нашу модель предсказывать следующее слово на веса нашей сетки содержит в себе очень много информации о том как именно устроен язык то есть закодировав информацию о том как работает язык какие слова за каким обычно идут как какой там синтаксис может быть мы можем успешно и практически без каких-либо усилий до обучает нашу модельку на другие нлпшные таски и это очень хорошо то есть основной концепт который здесь во всех этих сетках рассматривается это первое давайте обучим языковой модель второе на языковой модельки добычу другую таску все окей так давайте вернемся копы на и трансформеру в чем же его такая большая особенность в принципе было замечено что для того чтобы делать предоучение нам не нужен и энкодер и декодер из трансформера можно взять только что-то одно например декодер как взяли в этой модели и обучать только его мы берем только архитектуру нашего декодера из трансформера оставляем все точно так же как есть то есть вот эти блоки вот тут декодер это то же самое что рассматривалось на прошлой лекции там у нас of attention потом of it forward слой и там какая-то нормализация еще есть все мы точно так же стакаем вот эти слои там 12 штук или сколько-то больше сколько хотим все на этом процесс предобучения заканчивается собственно все предобучение нашей сетки она вот обрисована в эту рамочку фиолетовую и сосредоточена в обучении декодера из трансформера потом получив эту предобученную модель мы добавляем к ней какую-то супер простую сетку например один слой а полно связные вот вот тут софт максом для того чтобы до тренировать нашу сетку для классификации и интересно что достаточно именно одного вот этого простого слоя для того чтобы получить очень неплохое качество классификации что удобно это то что мы можем обучить вот эту модель один раз сделать ее публичные и дальше что все там все остальные на ресерчеры использовали именно эту одну модель q и не тратили время на то чтобы обучить ее с нуля а дальше когда мы уже fine тюни без а для вот этого единственного слоя веса в основной сетки будут меняться очень мало но не просто немножко подстроиться под нашу задачу и таким образом эта штука будет работать очень быстро гораздо быстрее чем если мы учили трансформер с нуля даже не там не оба энкодер декодер если бы только декодеру через нуля да ну здесь примере мы классифицируем здесь вообще показывается как обучается языковая модель на картинке что мы классифицируем следующее мы предсказываем следующее слово то есть относим к его к одному из размера словаря классу ну так но в принципе здесь может быть что угодно дальше как быть пример просто такой можем классифицировать там текст она темы можем по классифицировать там не знаю спамы не спамы что угодно еще Вот. Ну, в принципе, здесь пример как раз того, как мы классифицируем на спам-не-спам. Предобучили сетку, слой добавили, классифицируем, все очень хорошо работает. Нет, в декодере тоже содержится в салфотеншн. Там разница в том, что в декодере у нас есть, условно говоря, два разных вида салфотеншн. Первый называется masked self-attention, а маскирование заключается в том, что мы закрываем слова, которые стоят после слова, который вот у нас кинут на текущий момент. А следующим слоем уже идет обычный салфотеншн, он берет выходы из энкодера и вот предыдущий слой декодера. Так что там салфотеншн плюс-минус одинаковый, если убрать маскирование. Вот. Ну, еще такой красивый слайдик про то, что мы можем использовать наш OpenAI-трансформер не только для того, чтобы классифицировать предложения на там спам-не-спам, а для практически любой NOPE-шной задачи. Единственное, что меняется, это то, в каком формате мы будем подавать наши входные предложения в трансформер. Есть некоторые уже обговоренные, скажем так, и в статье написанные разделители, которыми мы делим наш input на части. То есть, например, если у нас идет просто классификация, нам нужно поставить, где идет начало предложения, а где там конец. Мы просто ставим две метки старт и экстракт. Если мы хотим, например, определить похожесть предложений друг на друга, ну вот такой вариант, то нужно подавать два предложения и разделять их на кусочки. То есть мы подаем нашему трансформеру первое предложение, потом какой-то делиметр, второе предложение. И, собственно, дальше уже можем смотреть, насколько одно похоже на другое. Здесь предлагается подавать сначала первое предложение делиметр второе и наоборот, второе предложение делиметр первое. И дальше сравнивать веса, которые наш трансформер выдает просто линейным слоем, смотреть, насколько они похожи. Вот. Но, в принципе, есть похожие же варианты для multiple choice, когда у нас несколько предложений, там не два, а N. И здесь мы просто все их вместе сравниваем, смотрим, что получается, какое распределение есть. Вот. В принципе, по OpenEye трансформеру это все. Как бы это некоторая настройка над обычным трансформером. А еще из основных идей мы убираем энкодер, оставляем только декодер и предобучаем наш декодер для того, чтобы предсказывать следующее слово в каком-то огромной текстовой коллекции. Да? А откуда он берет это то, что он не должен был энкодер посылать, собственно? А у него просто уходит вот этот вид attention, который энкодер-декодер. Там остается только декодер-декодер и маскированная tension. А это плюс-минус несимметично с тем, что мы просто запихнули энкодер и декодер? Ну, не совсем. То есть это... Ну, да. Как бы это похоже по архитектуре. Да, можно. Но по факту энкодер и декодер в трансформере они очень похожи, кроме вот наличия маскирования. Это одно и то же по сути. Так что, да, можно сказать, что это энкодер, где мы маскируем просто следующие слова. Вот. И в OpenNet Transformer мы как бы идем только от начала к концу. То есть мы предсказываем следующее слово. И, собственно, для этого нам нужно маскирование, чтобы мы не смотрели на то, что было до нашего слова и не переобучались на этом. Вот. В принципе, из основных идей все. Замечательно, хорошая модель. Тем не менее, оказалось, что можно сделать лучше и получать лучшее качество на различных тасках. И после этого придумали BERT. Такую очень популярную модель. BERT расшифровывается как Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Ну и плюс это имя героя из улицы Сезам, поэтому оно очень хорошо прижилось и, в общем, всем нравится. В чем основная идея BERT? Основная идея, самая такая базовая, она очень похожа на то, что происходит в OpenNet Transformer. Мы делаем то же самое. Мы предобучаем нашу сеть на огромном текстовом корпусе предсказывать слово, пропущенное слово в нашем тексте, а потом дообучаем ее. В чем отличие? Отличие в том, что в отличие от OpenNet Transformer у BERT мы предсказываем не только следующее слово в нашем предложении, а любое слово в нашем предложении. То есть мы берем наше предложение, маскируем в нем несколько слов. Ну, в статье предлагают маскировать 15% слов из предложения и предсказывать их. То есть получается, что мы предсказываем не следующее слово, не предыдущее слово, а любое слово в нашем предложении. И в этом основное отличие от OpenNet Transformer. То есть по факту, давайте еще порисую немножко. Давайте предположим, что мы в BERT подали какое-то предложение. И в этом предложении мы хотим замаскировать некоторые слова. Будем маскировать 15% этих слов, то есть из 5 слов одно слово замаскируется. Вместо вот этого слова have, например, мы его рандомно выбираем, мы ставим некоторый тег, заранее зафиксированный, который называется mask. И дальше, когда наша моделька будет обучаться, мы будем пытаться предсказать не следующее слово для слова I, не следующее слово для слова have, а просто одно вот это слово mask, используя контекст. И так же будем делать для всех остальных предложений в нашем корпусе. Можно вопрос? Да? А если мы маскируем сразу несколько слов, то которые будут предсказаны? Ну, постепенно. То есть сначала одно предсказали, используя контекст, да, потом другое, потом третье. Есть теоретическое основание, почему мы берем 10% этого слов? Нет, это эмпирически подобранная штука. В принципе, берут не всегда 15%, просто в статье так написано. Поэтому в основном никто не заморачивается, берут так, как написано. Но можно брать и другой процент. Вот. Собственно, это то, как происходит предобучение Берта. Как вы думаете, хорошо ли это будет работать? Насколько это эффективно? Ну, кажется, что... Это не хуже, чем предыдущий подход. Да, это точно. Будет работать не хуже. Но при этом, если мы работаем, например, с классификацией предложений, как таска для обучения, такой подход будет работать очень даже неплохо. То есть, ну, мы делаем то же самое, что в OpenAI-трансформере, только как бы во все стороны, какие только можно. Замечательно. Натренировали языковую модель, можем классифицировать предложения. Однако, исследователи, которые делали Берта, обнаружили, что если мы работаем с более сложными тасками, например, вот чем-то таким. Посмотреть близость двух предложений, насколько они друг на друга похожи. А то Берта работает гораздо хуже, чем, например, с задачей классификации. Ну, как минимум потому, что мы маскировали какие-то выходы, научили нашу сеть понимать, как примерно устроен язык, то есть, какие слова рядом с какими часто идут. Но практически потеряли контекст того, как какие предложения, как с чем связаны. То есть, наша сеть не очень понимает, насколько там предложение А может быть связано с предложением Б. А хочется эту информацию добавить в нашу сетку. То есть, кроме того, чтобы научить ее предсказывать некоторые слова, еще и научить ее понимать, как сделать текст связанным, как его сделать более логичным. И тогда решили сделать достаточно простое нововведение, предобучаясь сеть не только на задачи языкового моделирования, но и на задачи предсказания, насколько два предложения связаны. То есть, вторая задача, на которой предобучается БЕРТ, звучит примерно так. У нас есть два предложения А и Б, также рандомно взяты из нашего корпуса. И нужно предсказать, насколько предложение Б может идти после предложения А в связанном адекватном тексте. Ну и поскольку наша текстовая коллекция большая, то мы можем насэмплить очень много вот таких пар. И еще, кроме языкового моделирования, обучить нашу сеть предсказывать вот такие метки, насколько одно предложение связано с другим. И оказалось, что после добавления вот такого нововведения сеть работает гораздо лучше на задачах, например, квестчин-ансферинга или на определении, какое предложение, насколько похоже на другое. Ну да, здесь, в принципе, схема, которую мы уже обсудили, что мы сначала предобучаем, потом дообучаем какой-то сеткой, там решаем задачу. Теперь давайте немножко более подробно поговорим про архитектуру, как БЕРТ устроен, чем он отличается от ОПЕН-А и Трансформера. Есть две основные модели, которые за ОПЕН-А насошены, и которые можно выкачать уже готовые, с готовыми весами. Одна называется БЕРТ БЕЙС, другая БЕРТ ЛАРЧ. Собственно, из названия довольно понятно, что БЕРТ ЛАРЧ — это огромная модель, которую очень сложно даже дофантюнить, там на своей одной ГПУ или там на Макбуке вообще без ГПУ. Это вообще нереально. И эта модель, она дает, на момент выпуска статьи давала стейт-уз-арт-результаты, училась очень долго на куче ГПУ, и в целом была трудновоспроизводима, если вы не работаете в Гугле и Фейсбуке, и не имеете доступа ко всем вычислительным ресурсам. А БЕРТ БЕЙС — это больше такая модель для людей, то есть можно выкачать и у себя на ноутбуке обучить, там имея, не знаю, парочку ГПУ. Все будет хорошо работать. Можно даже попробовать учить с нуля, но тоже имея некоторое количество вычислительных ресурсов. При этом БЕРТ БЕЙС также дает неплохие результаты, но не соту на тот момент. А различие здесь достаточно небольшое. БЕРТ БЕЙС и БЕРТ ЛАРДЖ, то есть архитектура у моделей абсолютно одинаковая. Единственное, что меняется, это размер сеток. То есть если мы посмотрим более внимательно, чем отличаются БЕРТ БЕЙС и БЕРТ ЛАРДЖ, видно, что мы стакаем большее количество модулей трансформера, то есть модуля селф-аттеншн, плюс фит-форвард и нормализация. В БЕРТ БЕЙСе мы стакаем 12 штук, в БЕРТ ЛАРДЖе 24 штуки. БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВА ЮНИТОВ в фит-форвард слое у БЕРТ ЛАРДЖа и больше голов селф-аттеншн, мульти-хэд-аттеншн. У БЕРТа варианта БЕЙС их 12, тут 16. Эти числа тоже, в принципе, были подобраны из каких-то эмпирических соображений, но скорее вот здесь старались взять как можно больше, так, чтобы она обучилась за какое-то разумное время, не за месяц, а за неделю, например. А БЕРТ БЕЙС просто какая-то модель, которая плюс-минус обучается на конечном количестве ресурсов. Ну и, в принципе, можно то же самое сравнить с трансформером, с ванильным трансформером, который рассматривали на прошлой лекции. И, тем не менее, у него параметров все-таки меньше, чем у даже базового БЕРТа. То есть там, как мы помним, мы стакали 6 модулей и было 8 голов в мульти-хэд-аттеншн. Ну, в принципе, вот это все это такие инженерные хаки, просто что сделали в статье, что опубликовали, что неплохо работает. Можно брать любое другое количество, здесь, не знаю, любое количество энкодеров стакать, любое количество голов в мульти-хэд-аттеншн набрать и смотреть, что получается. Возможно, удастся подобрать что-то чуть более хорошо работающее. Окей. Так, мы разобрались с тем, как предобучается БЕРТ, с тем плюс-минус, какая у него архитектура. И теперь давайте чуть более подробно поговорим, как же происходит до обучения. Ну, предположим, у нас уже есть сетка, она уже предобучена, у нее какие-то адекватные веса. И мы хотим дофантюнить нашу модель, например, на задачу классификации. Будем классифицировать предложение на два класса, спам, не спам. Такая самая простая задача. А как это будет работать? Предположим, у нас есть какая-то небольшая текстовая коллекция, размеченная, в которой показано, какое предложение является спамом, которое нет. Мы будем скармливать наши предложения в БЕРТ. То, как токенизируется предложение в БЕРТ, поговорим чуть позже. Пока на картинке нарисовано, что оно подается слово за словом, но это не совсем так. Но для простоты давайте думать пока что слово за словом. Мы подаем наши слова в БЕРТ, внутри БЕРТ, это, как вы помните, self-attention, fit forward, слои, все как в трансформере. И пропускаем вот эти слова через наш self-attention внутри БЕРТа. Как вы помните, вот эти все проходы, их можно распараллелить. То есть все вот эти 1, 2, 3, 4, и дальше. 512 обработки, делаясь в параллели, что хорошо и позволяет ускорить процесс обучения. Из важных вещей, первым словом, мы подаем не первое слово из предложения, а некоторую метку КЛС. КЛС как бы намекает, что это короткое слово для классификации. То есть здесь мы подаем то, какую задачу мы решаем. Вот мы решаем задачу классификации, подаем первую метку, которая называется КЛС. И зачем нам вообще это нужно? Вообще с первого взгляда кажется довольно странно. То есть подали какую-то метку, даже не начало предложения, а какую-то классификацию, непонятно зачем. Делается это для того, как... Что-то не переключается. Да, но здесь небольшое напоминание того, что происходит внутри БЕРТа, но в принципе это мы все повторили во время теста. Давайте это скипнем. Да, то есть в чем вообще отличие от основного трансформера, зачем эта метка КЛС, в чем интересные модели. Пока что все выглядит так, как будто это просто большой трансформер с кучей голов в мультихайдтеншене. Ну, не очень понятно, в чем идея. Идея заключается в следующем. Да. Мы будем несколько иначе, чем в ванильном трансформере использовать выходы из нашей модели. То есть давайте представим, что здесь все наши веса уже обучены, и мы хотим дофантюнивать нашу модель. Мы будем пристраивать к нашему трансформеру, к нашему БЕРТу, сверху, еще одну сетку, которая будет заниматься задачей классификации. Ну, например, достроим всего один фитфорвард слой, и дальше намажем софтмакс. Но при этом в нашу сеть для дообучения мы будем подавать не все вот эти вектора, которые выдались из каждого выхода, то есть с первого по 512, а возьмем только вектор, который вышел из первой вот этой штуки, из первого выхода, того, где была метка КЛС классификации. И дальше в нашу сетку для дообучения будем подавать только этот вектор, пропускать его через полносвязный слой, намазывать софтмакс, и получать какое-то распределение, сколько процентов за спам, сколько за неспам. Работает это примерно так, что вот в этот вход у нас агрегируется основная информация про наше предложение. В принципе, идея похожа на то, как работает основной, ну, стандартный attention, не self-attention, а вот самый-самый простой, когда у нас в последнем блоке нашей последовательности агрегируется большая часть информации про предложение, и мы дальше ее передаем в декоде. Здесь достаточно похожим образом основная информация агрегируется вот сюда, в выход из нашего первого слоя с меткой КЛС. Вот. Ну, собственно, здесь картинка чуть более красивая того, что происходит. Мы берем выход из нашего первого self-attention прохода, берем этот вектор, подаем его в feedforward слой, дальше в софтмакс, и получаем какое-то распределение вероятностей. И так пропускаем через Берт все наши предложения из размеченной выборки для дообучения, и получаем дофантюниваем нашу сеть, то есть веса в Берте немного меняются, и настраиваются веса вот в этой сети в единственном слое, и дальше наша сеть дает очень неплохие результаты, то есть если мы дофантюниваем Берт, мы можем получить практически, не знаю, сотые результаты даже на текущий момент. После лекции будет семинар, там я покажу, как работает Берт, когда мы его чуть-чуть дофантюниваем, прям буквально за семинар можно успеть научить, там даже без ГПУ, наверное. Ну, ладно, без ГПУ нельзя. И потом покажу, как работает Берт, если его не фантюнить совсем, то есть просто убрать вот эту штоку, прям вот забить на все это дело, брать предобученный Берт и пытаться что-то предсказывать, спам не спам, прям вот, ну, просто с предобученной сеткой. Такой небольшой спойлер, это будет работать, но будет работать не очень хорошо и давать совсем не сотые результаты, а что-то прям очень такое не сильно классно работающее. Но, тем не менее, это будет как-то работать. То есть, в принципе, Берт аккумулирует себе настолько много информации про то, как устроен язык за счет дообучения вот на двух тасках, именно языкового моделирования и предсказания близости предложений, что он готов при минимальном фантюнинге выдавать что-то адекватное. Вот. Ну, здесь еще есть красивая картиночка про то, что, почему Берт так популярен? Ну, собственно, потому, что внутри него смогли реализовать идею про Transfer Learning, то же самое, что была уже успешно реализована в Computer Vision. А, в принципе, все это дело похоже на то, как мы обучаем в Computer Vision огромные сверточные сетки, там, с кучей слоев, а потом только дофантюниваем их под классификацию, например, чего-нибудь. Здесь очень похоже все это дело работает, на фантюнили, обучили огромную сетку, дофантюнили ее. Вот. Еще из каких-то интересных особенностей Берта. Да, наверное, стоит обсудить, что мы подаем в Берт. Ну, ладно, давайте это на семинаре обсудим, там это будет более понятно вместе с кодом. Еще можно посмотреть, как устроены входные, так устроены входы для разных задач при дообучении Берта. То есть, до сих пор мы смотрели только на задачу классификации, как самую простую. Понятно, что можно фантюнить Берта, на что угодно еще, например, на задачу, так, что здесь есть. Например, на квестчинансеринтаск, вот этот вариант, когда мы подаем нашей сети вопрос и некоторый параграф текста, в котором сетка должна найти ответ на этот вопрос. Здесь нужно передать наши входные данные вот в таком формате, то есть, первая метка это тот же самый КЛС, ну, типа классификация, и нужно еще поставить сепаратор между вопросом и параграфом. Похоже, работает то же самое, когда мы пытаемся сделать некоторую задачу тегирования, например, мы подаем несколько токенов, ну, предложения, и пытаемся протегировать, к какому классу относится каждый из этих токенов. Например, делаем разбор по частям предложения, пытаемся показать, к какой части речи относится каждый из токенов. Тогда формат подачи данных точно такой же, как и для задачи классификации. То есть, в целом, если вам нужно на фантюнинце на какую-то не очень популярную таску, это можно либо погуглить, и вы найдете прям вот там за две минуты, либо пользоваться какой-то базовой логикой. То есть, если вам не пришло в голову что-то прям очевидное, например, у вас в ваших одных данных есть две какие-то логические части, как вот здесь, вопрос и параграф, то можно подавать данные вот примерно в таком формате, там, вот этот КЛС, и просто ваше предложение токен за токеном. Если ваши данные разумно делятся на две или больше частей, то обычно это делается вот в таком формате. То есть, первая часть сепаратор, вторая часть сепаратор и так дальше. Но могут быть какие-то варианты, если задача чуть более экзотическая. Вот. Что еще интересно? Что можно делать с помощью Берта, кроме классификации, квестинансеринга и прочего стека НЛПшных задач? Из Берта можно доставать симбейзинги и дальше использовать их для каких-то своих целей. То есть, вместо того, чтобы дофантюнивать Берт на задачу чего-нибудь, на задачу классификации, например, мы можем просто взять выходы из нашего Берта, из верхнего слоя, или там, из какого-то среднего слоя, даже из первого слоя, и использовать их как эмбейзинги. Например, использовать их вместо ворту века. Предлагается несколько вариантов, как можно конкатинировать эмбейзинги из Берта в одну модель. И, собственно, в статье было рассмотрено вот несколько этих вариантов. А самый простой вариант это взять просто первый слой из нашей сетки, достать оттуда эмбейзинги и сказать «Вот все, это представление для наших слов». Очевидно, что это будет работать не очень хорошо. Как вы видите здесь из таблички эфмера у такого варианта она такая, довольно странная. Как здесь мерилась эфмера? То есть здесь взяли задачу name-dentity recognition на датасете ECO и мерили на нем эфмеру, используя в качестве эмбейзингов выхода из того или нового слой Берта. Какие варианты еще есть? Можно брать не один слой из Берта, а, например, как-то агрегировать несколько слоев в один. Можем взять все 12 слоев, просуммировать их, получим какой-то эмбейзинг. Можем взять последние 4 слоя, просуммировать их. Можем складывать, например, не 4 слоя, а 6 слоев. В общем, все эти варианты были попробованы, и оказалось, что самый хороший вариант это сконкатенировать последние 4 скрытых слоя. То есть не сложить их, а просто друг за другом вот так вот поставить. Сделать вектор в 4 раза больше. И почему-то, опять же, это какая-то инженерный хак, это работает чуть-чуть лучше, чем вот эти все варианты. Но в целом, если посмотреть на вот эту метрику, разница не сильно большая, как здесь. Ну, тут 0,2 разница, здесь 0,3. Тебе не все кажется, что секонд-пласт хабула это более лучше, чем ласки. Да, это достаточно странно. Но в целом есть шанс, что оно слишком дообучилось под конкретную задачу, именно вот этого нервикогнишна. Если попробовать обучать на другой задачке, то там в принципе скорые похожие, но могут быть какие-то перестановки незначительные, типа, вот это с этим поменяется, ну вот как-то так. Но тем не менее, это было протестировано на нескольких задачках, и вот этот вариант конкретинировать последние четыре слоя, он везде выигрывает. То есть вот почему-то это работает лучше. Лучше, чем если мы их складываем. Но в принципе это, наверное, достаточно логично, то есть не теряется информация за счет того, что мы складываем числа и получаем что-то не очень интерпретируемое здесь. Вот. Так, ну и последнее, что мы обсудим про Берт, это то, как происходит токенизация в Берте. То есть до сих пор, когда я вам показывала картинку, я говорила, что вот мы подаем токен за токеном слова в наш Берт, это не совсем правда. То есть мы подаем не конкретные слова прям целиком в Берт, а подаем части слов. А у вас уже на семинаре, на лекции, кажется, был BytePair Encoding? Был? Был. Вот. Ну, собственно, Берт так и работает. То есть мы делим наши слова на какие-то кусочки, например, ну вот здесь на слайде есть экзампл, есть пример, как перевести слово unaffable на кусочки, чтобы подавать их в Берт. Ну, он делит здесь на, собственно, приставку, там кусочек, корень и суффикс. И, в принципе, можно вот из разбора этого слова вытащить какую-то лингвистическую составляющую, то есть, например, имеет смысл отделять приставку с значением отрицания и использовать ее. есть смысл выделить суффикс, который встречается в словах, там, не знаю, doable, unaffable и прочее. Из еще интересных особенностей, в чем отличие токенизации Берта от стандартного БПЕ, это то, что мы строим токенизацию для нескольких языков сразу. То есть мы не делаем разные словари для разных языков, а делаем один огромный словарь для 104 языков. То есть у нас в одном словаре объединяются вот эти частички слов для английского, французского, русского и внезапно таких сложных языков, как китайский, корейский, там, японский. И тем не менее это работает очень хорошо. То есть словарь оказывается достаточно большим. Вот в стандартной модельке за опенсоршенной в словаре было 119 тысяч, 119,5 тысяч вот таких токенов. И при этом в нашем словаре еще есть некоторые константные значения, например, unknown слова, то есть может оказаться так, что мы встретили какой-то токен, которого в словаре нет. Есть слова там пазинг, есть какие-то метки маск, там, клс и прочее. Хотя обычно метку маск не добавляют в словарь, а просто как за хардкожное такое значение существует. Вот. То есть основная идея по токенизации здесь, мы берем стандартный байтпайринкозинг и фигачим его на 104 языка. И внезапно это работает очень хорошо. Почему это так интересно и прикольно? То есть зачем стали делать один словарь на 104 языка вместо того, чтобы сделать аккуратный словарь под каждый язык и, возможно, получить лучшее качество? Делается это с такой прикидкой, что, возможно, мы сможем дообучать наш Берд на, например, машинный перевод, понятно, и задачи мультиязычного вопросно-ответного поиска. То есть, например, вы обучили вашу коллекцию на английской википедии, а потом задаете вопрос по-испански. И по-хорошему, ну, по-хорошему Берд должен суметь ответить по-испански на этот вопрос. Но на практике это очень редко происходит. И, в принципе, вот то, что я пыталась погуглить сама обучить у Берта, оно не очень хорошо работает. То есть, вопросно-ответный поиск на одном языке, то есть, обучили на английском, то обучили на английском, работает нормально. А если мы пытаемся задавать вопрос на другом языке, там уже, ну, можно что-то начерепикать странное, но в целом оно не очень хорошо работает. Ну, идея была такая, что когда-то вот Берд улучшится, это будет прям работать абсолютно всегда. Вот. В принципе, по Берту, наверное, все. Ну да, здесь еще есть огромная картинка того, какие модельки стали обучать на основе Берта. Я не уверена, что что-то видно. Видно на схеме что-то? Ну, можно потом скачать будет, посмотреть. В принципе, это такой больше развлекательный граф. Вот у нас есть в центре Берд, и какие-то модельки от него отпочковались и стали работать чуть-чуть лучше, чем Берд. Основная идея вот всех этих док Бертов, там, патент Бертов, там, что у нас еще есть? Не знаю, в общем, что-то дефис Бертов, это то, что мы скорее обучаем наш Берд на какой-то чуть более специфичной коллекции, там, не просто на Википедии, а, например, там, на коллекции патентов для, там, патентного поиска. И называем это новой сеткой, там, что-то плюс Берд, публикуем на конференцию и это принимают. Вот, поскольку это сейчас достаточно сильно на хайпе, вот такие вещи, которые идеи, но очень простые, то есть мы берем архитектуру Бертовую, берем принцип предобучения Бертовой, ну, файнтюним это чуть на другой коллекции, там, предобучаем чуть на другой коллекции, добавляем чуть больше слоев, там, не знаю, чуть больше голов мультикета, теншина, и оно чуть-чуть лучше работает на конкретной узкой таске, и такое часто принимали на конференции. То есть, ну, классно, это же Берт, он работает, мы улучшили сату, здорово. Хотя, идея, ну, многие модельки, которые здесь написаны, это просто обычный Берт, обычная чуть на другой коллекции. Вот. Ну, и в принципе, вот эта схема, она показывает, насколько он захайплен, Берт, и как сейчас все подряд пытаются что-нибудь обучить такое Бертообразное, и вот показать, что их все-таки работает лучше, чем ванильный Берт. Вот. Давайте вопросы про Берт. Что непонятно? Что понятно? При классификации слова в маске мы брали, грубо говоря, выход, который соответствовал входу по маске. Да. Вопрос. Есть у нас несколько вытащенных слов в предложении. Сразу все классифицируем или вначале классифицируем вставляем то, что предсказали, и потом классифицируем под их помощью. А, не, мы же, это же процесс предобучения, то есть мы не вставляем то, что предсказали, а вставляем ground truth. Ну да, да, то есть по очереди, да. Но в принципе можно обучать, когда и все слова замаскированы, то есть пытаться сразу все предсказать. Типа вот у нас есть контекст, и давайте-ка предскажем там три слова вместо одного. Это будет работать чуть сложнее, но тем не менее будет обучаться. Вот. Так, еще вопросы. Окей. Но основная идея вот этого рассказа про Берт, хочется, чтобы у вас остались основные идеи в голове, такой main takeaway всего этого, чтобы вы помнили, на каких задачах предобучается Берт, что там не только языковое моделирование, а еще вот это предсказание, насколько одно предложение с другим связано, примерно как работает до обучения Берта, но мы еще на семинаре посмотрим подробно, то есть что куда подавать, какой вход у Берта, откуда токенизацию брать, где все это можно скачать. И в принципе ориентировались, что это такое, как оно работает, какие модельки есть, там BERT-BASE, BERT-LARGE, где их можно скачать и как дофантюнить под свою таску. Здесь есть несколько таких полезных ссылок, на которые можно посмотреть, например, по торчовой имплементации Берта, то есть можно зайти посмотреть, как оно там внутри работает, как обучается, да, обучается. Есть код стокенайзера, он называется WordPiece стокенайзер. Ну и в принципе есть всякие кучи ноутбуков на коллабе, где можно попробовать обучать, скорее дообучать Берта с использованием ТПУ, что будет работать побыстрее. Это довольно приятно. Вот. Так, что у нас по времени? Да, время еще есть. Так. Тогда обучить на ТПУ-шке Берта Арчи посмотришь, чтобы на одной. На одной вряд ли. Я не пробовала, но вроде нет. За 6 часов точно нет. За 6 часов, понятно. Ну тут скорее у тебя же нет ТПУ-шки вот прям здесь под столом. Это нужно будет делать на коллабе и там у тебя скорее всего будет время ограничено. То есть ты получишь как бы и все. Не, ну там можно купить платную как бы и пообучать, пока не надоест. Ну как бы... Там можно что-то обучать, скидывать чекпоинты или... Ну можно, да. Ну кажется, что это пусть такое из боли и огорчений. Ладно, на кабрицах будет скидываться и подбирать. Ну да. Ну давайте поедем дальше, чтобы все успеть. Значит, на текущий момент что мы рассмотрели? Рассмотрели Open Night Transformer, рассмотрели Берт. Все. Теперь давайте посмотрим, что еще происходило в мире, кроме вот этих двух сетей, таких достаточно популярных. Есть еще вот такое ключевое слово Elma, которое тоже называется именем из детского мультика и оно тоже плюс-минус популярно. Давайте разбираться, что это такое. Ну, во-первых, не очень понятно, как расшифровывается вот это слово Elma, что это вообще такое. Понятно, что это не просто имя персонажа, а здесь есть какой-то смысл. Давайте я вас немножко развлеку, чтобы там кто спит проснулся и вот там посмеялся. Давайте решать вот этот тест. Как вы думаете, что значит Elma вот из этих вариантов? Такой тест с подвохом. Ну, возможно. Но на самом деле я вас тут пытаюсь обмануть правильного варианта здесь нету, а правильный вариант вот такой. Embedding from language models. Ну, хотя вот этот вариант тоже прикольный, но нет. А это прям так совпадало, что это с именами героев, который за сезон? Ну, я думаю, авторы статьи просто чуть-чуть подхачили, там слова местами поменяли, чтобы оно благозвучно звучало. Но в целом как бы смысл вроде как не поменялся. То есть пытаются делать имбеддинги с помощью языкового моделирования. Все логично звучит. Вот. Так. В чем же здесь основная особенность? Зачем нам нужны еще одни имбеддинги? Вроде есть уже fast text, есть glove, работает, ну, неплохо, как это работает. Зачем нужны еще одни имбеддинги? Можно там из берта взять их. Давайте рассмотрим такой пример. Предложение на английском, но можно на русском что-то похожее придумать. Let's stick to improvisation in this skid. Окей. Вы можете взять из Word2Vec имбеддинг для слова stick, но при этом не очень понятно, как разрешить проблему амонимии в этом случае. То есть stick может идти как глагол, там, давайте, не знаю, работать с импровизацией, там, что-нибудь, а может идти как существительное. Не очень понятно, какой имбеддинг нам нужен. Если в общем случае мы берем предобычный Word2Vec, то он нам выдаст что-то среднее. То есть, если в нашей коллекции, на которой обучался Word2Vec, было больше предложений, где stick выступал существительным, то мы получим имбеддинг для существительного. Если было больше предложений, где stick это был глагол, то получим имбеддинг для глагола. При этом, в общем случае, это не очень хорошо, потому что может оказаться так, что мы запихнули неправильный имбеддинг для неправильной части речи даже в наше предложение. Поэтому авторы Элма подумали, а давайте делать имбеддинги не для слова в вакууме, а для слова в контексте. То есть, мы будем давать имбеддинг к слову stick, не просто выкачивая его из уже предобычного Word2Vec, а давать имбеддинг к слову stick плюс его контекст. То есть, для вот этого слова мы можем получить разные имбеддинги, когда оно будет в разных предложениях. Например, в этом предложении мы получим такой имбеддинг, а если у нас будет предложение, где stick выступает как существительное, то мы получим другой имбеддинг. Как это достигается? Почему это вообще работает? Внутри Элма, как ни странно, не self-attention, а двунаправленная LSTM, то есть здесь мы чуть-чуть от трансформеров отходим, и как все это дело работает. Идеи точно, ну, идеи очень похожи, как в верте, то есть тот же самый Transfer Learning. Мы хотим предобучать нашу модельку на задачи языкового моделирования, но здесь языковое моделирование чуть-чуть отличается от того, что происходит в OpenAI Transformers. Если вы помните, там мы предсказываем следующее слово, то есть по контексту следующее слово, а здесь мы идем чуть-чуть дальше и предсказываем по контексту следующее слово и по контексту предыдущее слово. То есть наша сетка учится смотреть не в одну сторону, а вот в две стороны и вперед и назад. И за счет этого мы получаем чуть больше контекста, то есть мы учимся предсказывать вперед и назад и можем учитывать контекст вот так с двух сторон, а не маскировать то, что видим впереди. Да, ну и для этого мы используем просто двунаправленную LSTM-ку для того, чтобы обучить такую языковую модель. Ну, в принципе, здесь есть формулки того, как это происходит, но это достаточно, думаю, очевидно. То есть, как мы делаем forward, pass и backward, forward проход, backward проход. Под forward имеется в виду, что тот проход, когда LSTM-ка смотрит вперед, под backward, когда она смотрит назад. теперь возникает вопрос. Вот мы обучили две сетки, ну, предположим, это две сетки, одна смотрела вперед, предсказывала следующее слово, другая смотрела назад. Теперь нам нужно каким-то образом конкатенировать эти эмбейдинги, ну, или что-то с ними делать, чтобы получить не два эмбейдинга, один из forward прохода, другой из backward прохода, а один эмбейдинг для слова. Так, как это делается? Ну, опять же, несколько вариантов, точно так же, как на картинке, где мы делали эмбейдинги из берта. Мы можем брать эмбейдинг из нашей forward сетки, эмбейдинг из нашей backward сетки, конкатенировать их. Мы можем их умножать на какие-то веса, например, потом складывать, а можем не на какие веса не умножать, а просто складывать. То есть, ну, здесь опять идут такие инженерные хаки, что сделать с этими векторами, так, чтобы их некоторая агрегация давала наибольшее количество информации. В принципе, из основных идей ELMA это, наверное, все. То есть, здесь сильно вглубь идти не хочется, потому что мы иначе не успеем все остальное. Но, наверное, самая интересная идея это то, что такие эмбейдинги работают лучше, чем в Word2Vec, чем всякие фасттексты и прочее. И они достаточно просто встраиваются в любую из ваших моделек. То есть, вы можете вставить вот этот эмбейдинг с помощью ELMA в начало вашей сетки, туда, где вы обычно выгружали веса из Word2Vec, и дальше обучать вашу сеть совершенно таким же образом. Плюс, хорошо, что мы можем обучить нашу сеть на каком-то огромном корпусе, там на Википедии, например, а потом просто уже брать готовые веса нашей сетки, скачивать их и ничего самим не учить, просто дофантюнивать чуть-чуть. Или даже не дофантюнивать, замораживать эти веса и учить сетку на основе вот этих эмбейдингов. В принципе, работает и тот подход и с фантюнингом, и с замораживанием весов. Из каких-то полезных ссылок можно посмотреть на код ELMA вот тут на АЛЕННЛП сайте. Эта библиотечка построена как обертка на какой-то торчем, можно так сказать. И в ней есть достаточно удобная реализация ELMA. Можно зайти на сайт, выкачать себе, поиграться, посмотреть, как она работает. Из каких-то еще таких интересных языковых особенностей, почему ELMA все-таки работает, почему вот эта двунаправленная LSTM-ка так хороша. В принципе, давайте картинку покажу. Если вы подробно посмотрите еще раз на схему того, как все это дело работает, вы увидите, что здесь LSTM-ка она многоуровневая. То есть здесь не просто как бы один проход, а вот несколько LSTM-ок на стакан друг на друга. Ну, на картинке их две. И оказалось, ну, опять же, это обучили, а потом заметили, что нижние слои LSTM-ки, то есть веса, которые вот здесь у нас выходят, они чаще отвечают за какие-то семантические фичи, а верхние слои за синтаксис, то есть за то, как слова друг с другом связаны. И это достаточно интересно. То есть, в принципе, если у вас есть какой-то сильный, не знаю, фокус на то, что вам нужно именно учитывать семантику или именно учитывать синтаксис, вы можете в качестве эмбейдингов брать веса вот с нижних слоев, конкатенировать там первые два слоя, например, ну, если у вас их больше, чем два. А если вам нужен именно там синтаксис, вы как-то хотите, может, пост-теггинга сделать или что-то еще, то имеет смысл брать веса с верхних слоев. И достаточно интересно, что вот такая сетка просто на задаче языкового моделирования учится понимать достаточно сложные вещи, такие как семантика и синтаксис. я вам немножко наврала, верхние слои как раз отвечают за семантику, а нижние за синтаксис. То есть, ну, в целом, это довольно логично. Вот. И здорово, что обучив задачу, обучив сеть на такой достаточно стандартной задаче лангвич моделинга, вы получаете на скидку вот классные лингвистические фичи, которые можно дальше использовать. Вот. Про Элма наверное все. Какие-то вопросы? Окей. Ну, главное вот из этого рассказа запомнить, что внутри Элма двунаправленная ЛСТМка, мы ее обучаем, все хорошо работает. Ну, и там, что наша сеть способна какую-то семантику, синтаксис вытаскивать. Вот. Из этой картинки, которую я показывала в начале лекции, мы обсудили все, кроме вот этой сетки у Элмфит. Так, да. И давайте теперь немножко поговорим про нее. Эта сеть, она немножко стоит сбоку от всей вот этой плеяды там OpenAi Трансформеров, Бертов и прочего. Ну и про нее я поэтому расскажу прям чуть-чуть, прям пару слов. А почему хочется про нее упомянуть? Ну, как минимум, потому что вот эта сеть Велмфит, и статья, которая вышла по ней, она вышла раньше даже OpenAi Трансформера. И в принципе это в ней в одной из первых появилась вот эта классная идея про то, что Трансфер Лернинг можно использовать и для НЛП тоже. Поэтому вот эта сеть Велмфит считается таким важным кирпичиком перед тем, как появился Берд. Если рисовать такой таймлайн, какие сетки когда выходили, можно, наверное, вот так это сделать. то есть сначала вышел УЛМфит, а прямо в начале 2018 года, там какое-то чуть ли не 8 января, не помню дату, а после этого вышел OpenAi Трансформер. Он вышел где-то летом 2018 года, но пусть будет июнь. Вот. А уже после этого появился Берд. Вот. Но при этом, что интересно, как бы идея вот этого Трансфер Лернинга она появилась вот здесь. А в OpenAi ее уже просто кастомизировали, сделали более классной и смешали вместе с Трансформером, что работало лучше, чем вот эта сеть. Так. Ну, Элма, по-моему, до Берд. Я не помню точно дату. Но оно все там в 2018 году. Не помню месяц. Вот. Но как бы у Элма там чуть другая идея, то есть она без self-attention, она просто на LSTM. Ну, можно погуглить, потом будет такой месяц, так не помню. Вот. Ну, давайте чуть-чуть поговорим про Oil and Fit, что это такое. А, в принципе, здесь какие-то технические детали, давайте не будем вникать. Просто посмотрим, какая внутри архитектура, чтобы, ну, у вас запомнилось, не знаю, если до собеседования спросите, чтобы вы сказали, там, блеснули знаниями. Вот. Oil and Fit, как оно расшифровывается? Universal Language Model Fine Tuning for Text Classification. Ну, собственно, Fine Tuning, классно, основная наша идея. Внутри, что у нас происходит? Энкозер у нас представлен LSTM-кой. Собственно, похожа на ELMA, но и LSTM-ка чуть другая. LSTM-ка не простая, а вот такая золотая, которая называется AVD LSTM. Расшифровывается это как ASGD Weight Dropped LSTM. Если описывать вот эту модель Oil and Fit одним словом или одной картинкой, ну, я здесь вам представила такой скриншот того, что происходит, если вы загрузите эту модельку в PyTorch и посмотрите, что там внутри, прям вот послание там, что, зачем. Можно будет этот дом чуть подробнее посмотреть, но как бы основная идея ее можно представить вот так, вот такой картинкой. Мы берем нашу LSTM-ку и намазываем Dropout вообще везде, где только можно, практически после каждого слоя. Везде, где это имеет смысл и не рушит ничего, мажем Dropout и внезапно это работает. Что же здесь происходит? Какой вообще Dropout имеется в виду? Давайте немножко порассуждаем. Как вы думаете, хорошо ли это будет работать, если в LSTM-ке мы рандомно поставим нули вместо каких-то весов? Просто вообще без код смысла, ну вот нафигачили нулей, говорим, регуляризация такая. Почему не будет работать? Ну да, потому что у нас как раз весь смысл в том, что вот эти Long Term зависимости передаваться, мы берем и их просто ломаем посередине. Это плохо. Но авторы статьи у Элла Мфейца сказали, нет ничего невозможного, давайте намажем Dropout так, чтобы ничего не поломалось. И придумали пять разных видов Dropout так, чтобы это не ломало наши Long Term зависимости и при этом давало нам настолько сильную классную регуляризацию, что сетка переставала переобучаться. То есть в принципе какая может быть проблема там, не знаю, Uber или еще в какой-нибудь сети? У него очень много весов, прям безумно много, там, не знаю, миллиона. А там у более новых сетей миллиарды, полтора миллиарда весов. Все это дело может переобучаться очень легко, как бы на такое огромное количество весов очень плохо. Нигде не найдешь столько обучающих данных, чтобы все это дело не переобучилось 100%. Поэтому надо как-то регуляризовать. Ну и вот ребята посидели, подумали и говорят давайте делать дропаут в пяти разных видах. Собственно, какие виды дропаута были? Первый называется энкодер дропаут и по сути это просто рандомное зануление эмбейдингов для некоторых слов. То есть прямо в самом начале нашей сети у нас есть какие-то эмбейдинги для наших слов, ну там, не знаю, Word, веки, Glove. Мы берем и просто рандомно там, не знаю, какой-то процент слова зануляем. Ну и да, вместо одного слова просто нули вот везде. И притворяемся, что дальше это заработает. Ну ладно, предположим. Следующий вид дропаута называется input dropout и здесь мы уже зануляем как это сказать? Зануляем некоторые столбики в нашем баче. То есть мы разделили наши данные на кусочки. Ну, например, вот здесь у нас был бач из одного предложения. Представим, что он такой маленький. У нас уже занулено слово i с предыдущего шага с энкозер дропаута. А мы берем теперь еще зануляем какое-то предложение в нашем баче. Просто говорим, ну вот предложение i love cats не понравилось, но нам занулим, не нужно. И так же делаем с другими бачами. Но там зануляем уже тоже какие-то рандомные предложения. Вот. Дальше идет третий вид дропаута. Он называется weight dropout. И мы его применяем как раз к весам LSTM. То есть если смотреть на то, как это в коде будет выглядеть, это можно все дело написать с двумя строчками кода на Paytorch. То есть вы берете вашу стандартную LSTM, что-то там с ней делаете, пусть она будет однонаправленная, и дальше берете уже готовую вот этот weight dropout. Если более подробно смотреть, как оно работает, наверное, разбираться сейчас будет не очень тривиально, но основная идея в том, что мы пытаемся занулить веса так, чтобы наши long-term зависимости не поломались. А как бы делается это таким образом, что мы добавляем наш dropout не в рандомных местах вот здесь, вот в этих переходах, а только так, чтобы занулялась одна из наших long-term зависимости. То есть как бы мы прослеживаем, как передается наша информация через LSTM, то есть, к примеру, вот здесь что-то передавалось, через hidden state какой-то передавался, мы возьмем и занулим вот только его, а не какие-то кусочки разных hidden state в разные моменты. Ну, основная идея какая-то такая. Из странных вещей, которые здесь могут возникнуть, это, например, то, что у нас для одних и тех же слов получаются разные эмбейдинги, разные представления. Ну, в принципе, это довольно очевидно, учитывая прошлые шаги и что мы там делали, когда мы просто занулили эмбейдинг для одного слова на первом этапе, потом занулили эмбейдинг для целого предложения в батче, и в итоге получаем какие-то разные вектора для одних и тех же слов. И, как ни странно, это все еще работает. Работает очень хорошо. Вот. Есть еще вид дропаута, который называется hidden dropout, и последний называется output dropout. Вот. Если говорить про output dropout, это тоже очень простая штука. Работает она следующим образом. Мы берем и то, что у нас вышло из нашей сетки, то есть наши аутпуты, рандомно зануляем. И дальше на следующий этап нашего обучения просто передаем нули на месте какого-то предложения. То есть говорим, что финальную последовательность вот захотелось занулить, взяли и занулили. Вообще говоря, когда читаешь эту статью, выглядит так, что это просто какое-то рандомное расставление нулей, и это вообще никогда не заработает. Вот. Но как ни странно, за счет вот этой достаточно нетривиальной штуки с тем, как они зануляют вот эти long-term dependencies внутри LSTM-ки, это работает очень неплохо. И такая регуляризация позволяет сделать, ну, добиться лучших результатов. Вот. Ну, там еще несколько идей в принципе есть, но давайте на это пока забьем. То есть, из основного, что у нас есть, ойлайн-фит, почему он известен, почему его часто в каких-то обзорах упоминают, потому что он появился плюс-минус первым в этой идее трансфер-лёрнинга в НЛП. А что происходит внутри, это то, что у нас там внутри LSTM-ка, а именно AVD-LSTM-ка, и в ней есть пять видов дропаута, вот этих разных и сложных, которые позволяют все-таки регуляризовать, но не сломать при этом LSTM. Вот. Так, что у нас дальше? Да, ну, вот эту картинку основную мы рассмотрели, прям очень круто, все модели посмотрели, что-то запомнили про них. И теперь давайте сколько у нас времени осталось, ну, как раз успеем. И теперь давайте посмотрим на то, что происходит прям вот, ну, практически сейчас, там, полгода назад в НЛП, какие модельки считаются с АТО и там самыми популярными на текущий момент. Я предлагаю посмотреть коротко на еще две модельки, первая называется трансформер XL, еще одна вариация трансформера, а вторая GPT-2. Наверное, вы про нее тоже слышали что-то. Кто слышал? О, классно. Ну, тогда расскажу, расскажу подробнее. Вот, ну, для начала трансформер XL. В чем идея? Зачем он вообще нужен? Вроде бы и ванильный трансформер, open-air transformer работают вполне неплохо. Ну, давайте рассуждать, но я вам тут уже ответы все написала. Почему open-air transformer может работать не очень хорошо? куда улучшаться, где вот эта штука, куда можно улучшиться? Ну, то есть он, но при этом ты же не можешь смотреть на бесконечно длинный контекст у трансформера, как это плохо будет работать. Ты предсказываешь слово как бы на основе некоторого фиксированного контекста до него. Ну, вот для language modeling как раз. И ничего с этим сделать нельзя, это достаточно неудобно и работает ну, плюс-минус долго. Это неприятно. Вот, поэтому мы решили сделать такую настройку над трансформером и назвали ее transformer XL. Вот. В чем основная идея transformer XL? В том, что он позволяет работать с контекстом произвольной длины, произвольного размера. Как это достигается? В течение тренировки мы запоминаем те вектора, которые были получены на предыдущем сегменте и используем их для языкового моделирования следующего сегмента. Чтобы это было понятнее, можно посмотреть на картинку. Вся эта идея называется segment level recurrence. И если вот мы сюда посмотрим, то оказывается, что мы добавляем лишние дополнительные связи сюда. То есть мы обучили наш первый сегмент по такому же образу, как это было в обычном трансформере. Ну, в обуне трансформере. Точно так же сделали какое-то там языковое моделирование, предсказывали следующие слова. Здесь, в принципе, не очень видно, наверное, циферки, но вот тут написаны вероятности. Например, мы предсказываем пятое слово, смотря на с первого по четвертое. Здесь четвертое, с первого по третье. На следующем этапе мы уже добавим связи вот сюда. И будем предсказывать следующее слово, например, десятое слово, учитывая все предыдущие слова, которые у нас были раньше. То есть мы учитываем слова и веса из прошлого сегмента. Вот. Ну и так дальше все это дело происходит. А также придумали позиционал-инкодинг, который учитывает все это дело. То есть чуть более сложный позиционал-инкодинг, который учитывает то, что у нас сегменты связаны друг с другом и то, что мы при обучении, например, вот этого сегмента учитываем не только слова с десятого по четырнадцатый, но и слова вот из предыдущего сегмента с пятого по десятый. Вот. В принципе, здесь можно будет потом почитать статью, если вам будет интересно, как работает именно relative позиционал-инкодинг. И в чем еще один плюс этого трансформера Excel-я? То есть, ну, кроме того, что мы научились работать с контекстом произвольной длины, кроме этого, наш трансформер Excel работает гораздо быстрее, чем ванильный трансформер на этапе оценки качества, ну, на этапе теста. То есть, за счет того, что мы используем связи из предыдущих слоев, оно работает быстрее. Ну, вот, смотрите, здесь картинка того, как работает обычный трансформер на этапе тестинга, да? Кружочки это как раз вот, как сказать, self-attention модули, можно так сказать. То есть, между ними вот пробрасываются эти штучки. Вот. И, по сути, у нас несколько этих вот модулей здесь настакано, и наверху мы выплевываем вероятность того, какое следующее слово будет для языковой модели. Вот. Здесь картинка того, как работает обычный трансформер. То есть, вот он шаг за шагом идет, учитывая предыдущий контекст фиксированной длины, предсказывает следующее слово. И для того, чтобы пройти, предсказать предложение целиком, нам нужно пройти по нему по всему целиком. Вот так, шаг за шагом, идем, идем, идем. И это работает плюс-минус долго. А в трансформере Excel, в отличие от этого, нам не нужно делать вот это энное количество шагов, потому что на каждом шаге мы используем веса с предыдущего слоя. И вместо этого нам нужно сделать гораздо меньшее количество проходов. То есть, мы идем вот один раз по контексту, там нефиксированной длины, второй раз, третий раз. Ну, за счет того, что контекст более длинный, мы можем сделать меньше проходов и ускорить время обучения, время предсказания. Вот. И что интересно, все это дело дает ускорение просто какое-то нереальное практически в две тысячи раз. А если сравнить то, как работает трансформер Excel, ну, собственно, почему он Excel, и обычный трансформер на этапе не обучения, а на этапе именно вот предсказания, то есть ускорение вот в 1800 раз, что довольно прикольно. Особенно учитывая, что обычный трансформер предобучают, кладут там куда-то, не знаю, в интернет, потом скачивают и используют в основном для дофайн-тюнинга и предсказания чего-то. Такое ускорение в продакшн-задачах оно очень нужно и очень помогает. Вот. Ну и все. В принципе, мы подошли к концу нашей лекции. Прям осталась последняя моделька, самая такая хорошо работающая на текущий момент. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Модель называется GPT-2. Это подразумевает, что была модель GPT. Работала она примерно так же, но чуть с меньшими, не знаю, чуть с меньшими метриками на тех же самых тасках, на которых их мерили. Вот. И если говорить про то, что там внутри GPT и GPT-2, каких-то новых идейных идей там нет. То есть основное, что у нас есть в GPT-2, это идея из OpenAI-трансформера, куча данных и куча GPU, на которых все это дело обучали. Все. На этом идейность заканчивается. Почему он так хорошо работает, почему это SATA на текущий момент? Ну, во-первых, оно было натренировано на просто огромном количестве текстов, это 8 миллионов веб-страниц. Веб-страницы имеется в виду не пара абзацев текста, а прям полноценная такая страничка с кучей текста. У этой модели просто феноменальное количество весов гораздо больше, чем у всех, что мы обсуждали до этого, там у Бертаева и прочего. Полтора миллиона параметров. Полтора миллиарда параметров. И тренируется она на достаточно простой задаче предсказания следующего слова. То есть то же самое языковое моделирование, но без вот этих всех трюков, как мы только что обсуждали. То есть вот нету вот этого бидирекшнала направленности, нету никакого маскирования, ничего нет. Очень простая задача предсказать следующее слово. Все. И тем не менее, за счет того, что у нас просто огромнейшая сеть и огромное количество данных, на которых мы тренировали, она работает лучше и Берта, и Опена, и Трансформера, и ЛМфитов, и всего прочего. И что, наверное, самое популярное, почему эта модель считается сейчас сотой, она способна хорошо работать даже без файн-тюнинга. То есть вот сейчас лекция закончится, будет семинар, а я покажу, что Берта без файн-тюнинга работает ну так себе, можно сказать, не работает. А вот эта сетка ГПТ-2 работает очень нормально. То есть вы выкачали веса, никаких доп. слоев, даже там одного фит-форвард слоя не добавляли, а просто взяли и начали там предсказывать, является предложение спаумом или нет. И этого достаточно. Сетка дает хороший результат без какого-либо дообучения вообще. То есть вам даже ГПУ не нужно. Взяли там макбук, не знаю, с 8-ю гигами оперативки поставили, предсказали и все замечательно работает. Причем не только для задачи классификации, но и для более сложных задач тоже. Например, для квест-чансеринга или там для, не знаю, машинного перевода. А можно в развертку? Да. А разве ГПТ влезет 8 гигов? Ну не влезет. Ладно, не влезет. Ладно, это правда. Но тем не менее, можно ничего не обучать. Поинт в этом. На памяти надо побольше завести, да. Там была какая-то история, что они не хотели в модели делиться. Да, да, есть история, про нее даже был слайдик. Да, почему не хотели делиться? Создатели модели внезапно сказали, что ГПТ-2 может сделать интернет чуть более плохим местом, чем он сейчас есть. Например, с помощью нее можно генерировать фейк-ньюс. И это очень плохо. И было очень много такого хайпа вокруг всего этого дела по поводу того, что вот сейчас нейронная сетка захватит мир, нагенерит очень много фейк-ньюс, и результаты выборов поменяются. Или люди решат, что произошло что-то плохое, какая-то массовая катастрофа, которой на самом деле не было. Или начнут лечиться лекарством, которого не существует. Вот что-то такое. Почему так произошло? Ну, в принципе, тут мнение делится на два лагеря. Одни говорят, что да, ГПТ-2 настолько хорош, что он способен генерить фейк-ньюс, который человек среднестатистически, да и не среднестатистически, не особо отличит. А другие люди говорят, что просто создатели попытались похайповать вокруг этой сети, так и сказать, что вот настолько она хороша, что мы ее даже открывать не будем. Вот настолько классно. OpenAI. Вот. Ну и в принципе, чтобы у вас сложилось какое впечатление, я вам покажу примеры с эксайта. Примеры, ну, скорее всего, они начерепиканные, потому что они лежат прямо на главной странице OpenAI, и вот прям вот заходишь и вот на них смотришь. Но в целом они прям впечатляют, это приятно. То есть, вот мы взяли сетку, пытаемся решать задачу квас-синансеринга, спрашиваем там, кто там написал книгу, кто автор теории революции, отвечает Чарльз Дарвин, все-таки, ой, классно, здорово. Потом спрашиваем следующий вопрос, ну, то есть, вроде как, не на Черепикин результат, плохие результаты тоже показали, и сетка наша ошибается, говорит там, не Аляска, а Калифорния. Ну, тем не менее, она в состоянии понять, что здесь спрашивается про какое-то географическое место и сказать там название штата. Там другая задачка, например, здесь нужно было как раз решить задачу языкового моделирования, то есть, у нас есть кусочек текста, нужно предсказать следующее слово, какое здесь было. Вот, и в принципе, модель, опять же, достаточно, ну, достаточно адекватна. Кофе в каком-то смысле еда, и то есть, то, что она предсказала, похоже на какой-то логичный смысл. Вот, еще один пример, перевод, ну, в принципе, перевод, не знаю, хороший. То есть, если так вчитаться, то они по смыслу очень похожи. Создается впечатление, но так действительно есть, что модель способна понимать синонимию, понимать, какие слова, какими можно заменить, и она достаточно хорошо понимает синтаксис, то есть, она нормально смогла построить предложение, слова в правильном порядке, времена как-то соблюсти, и все прочее. Ну, и в целом, все это выглядит очень впечатляюще. И, как бы, поэтому говорили, что модель не будут open-source, тем не менее, есть варианты GPT-2 неполные, как бы, ну, как BERT-BASE, BERT-LARCH, есть варианты GPT, обученные не на всем корпусе, чуть более маленькие, которые вполне себе можно выкачать и что-то с ним поделать. Результаты тоже будут классные, но, как бы, чуть менее, чуть более плохие, чем то, что вот я вам показывала. Да, ну, и вокруг всего этого вот куча новостей была, тут, не знаю, вырезки из гугла, что писали по поводу GPT-2, когда она вышла. Ну, в целом, сейчас как-то этот хайп вокруг него паулякся, и в целом говорят, что нет, GPT-2 не захватит мир и не начнет генерить фейк-ньюс на весь интернет. Просто это, ну, действительно, очень хорошая сеть, которая способна решать задачи языкового моделирования, ну, нормально. не только языкового моделирования. Вот. Тем не менее, мы не пришли еще к идеалу, то есть нельзя сказать, что вот выпустили GPT-2, и все, в НЛП больше делать нечего, все идем домой. Тем не менее, есть куча задач, которые еще не решены, как тоже разрешением анемии, оно не всегда хорошо работает в GPT-2. Те же там вопросно-ответные системы, то есть есть примеры, даже вот с их головного сайта, где работает, ну, не идеально. То есть, куда расти еще, явно есть. Вот. В принципе, давайте, наверное, на этом закончим с лекцией. Давайте вопросы. не очень понятно, каким образом она работает без fine tuning. Ну, то есть, она ожидает вопрос, она же, правильно понимает, что она при обучении предсказывает следующее слово. каким образом она может решать другие задачи без fine tuning? Ну, берем веса, которые у нас уже в модели есть, через там, softmax их пропускаем и получаем там две вероятности, например, на спам, не спам. А смысл в том, что не нужно никак веса до fine tuning. то есть, не нужно этого делать. Мы можем заморозить нашу сеть, и она работает и так хорошо. Без fit forward? Да. fit forward мы добавляем, ну, да, хорошо, мы его чуть-чуть до обучаем, но нам не нужно никак твикать веса именно GPT-2. А, ну вот, все, я понял. Я думал, то есть там вообще никакого fine tuning нет. Не, ну да, тогда просто по размерности вектора они не сойдутся. Да. Не, но обычная проблема в том, что нам нужно пропустить вот всю эту информацию через всю нашу сеть, она огромная, как бы это сложно, долго, и нужны какие-то вычислительные ресурсы. А здесь этого не надо, как бы веса уже сами настолько, ну, хороши, что не нужно ничего до fine tuning. Еще был вопрос. А вот, ну, эти модели тестили на всякие агументации, типа на замену синонимов, на вставку не. Ну, просто там была какая-то статья, эти чуваки тестили модели, правда, у них не очень большой датсэркл, и у них из-за этих агументаций источность очень сильно падала. Вот эту модель на GPT-2 тестили на антонимы как раз, то есть добавление не, насколько она различит вот эти все вещи. И работает, в принципе, неплохо. Я не помню, какую они метрику мерили, но примеры были какие-то разумные, то есть что сеть в состоянии понять, где отрицание того же самого. Но это скорее за счет того, что она неплохо понимает синдексис, то есть она понимает, где там нод вставили, где там приставка отрицательное слово, вот такие вещи, и может их сопоставлять. Вот, то есть, в целом непонятно, как бы для аугментации кажется, что можно ее использовать вполне себе, будет работать. Еще вопросы? То есть, получается вопрос, это чем больше ресурсов, чем больше данных, чем больше результатов? Ну, в целом, да, то есть если посмотреть вот на GPT-2, там идеи никакой новой нет совершенно. Взяли тот же самый трансформер, просто вот столько данных вгрузили, сколько смогли найти. Ну, да, это правда. Ну, я про то, что здесь скорее идет такое соревнование по инженерным идеям, то есть, идеи именно, ну, глобальные, новые, как бы они вот кончились в начале 2018 года, как бы придумали вот этот, как трансфер лернинг сделать, придумали вот там, как БЕРФ подообучать. GPT-2, он идейно похожий, он инженерно сложный, что не умаляет его крутости и значимости все равно. Так, еще вопрос. А, вот сейчас. Вот БЛМО, там же для разных слов, ну, например, слово КОСА, оно может значить при разных объектах. Да. Вот там как-то проверяли это ЛМО, это стеризацию этого значения? Да, проверяли, просто брали имбезинги с помощью там, ТСНЕ, например, на плоскость их мапили и смотрели, как оно распределяется. Ну, в принципе, там выделяются эти значения. Да, да, выделяются. Ну, для русского, кстати, я не видела, что проверяли, но наверняка тоже проверили уже. Для английского выделялось. Так, еще вопросы есть? Ну, ладно, давайте тогда делать перерыв. Значит, смотрите, мы закончили, по факту, закончили кусочек про НЛП в нашем курсе, посмотрели на сетки, все последние нововведения, которые есть, посмотрели последнюю сату. А теперь давайте посмотрим на НЛП чуть с другого боку, вообще с другого, то есть с того, где нейронные сетки не используются совсем. И, на самом деле, довольно полезно знать о методах, которые применяются без использования ГПУ, коллабов и прочего, которые вообще можно использовать. Ну, и кажется, что здесь можно будет обсудить как раз методы ЛДА, про которые просили рассказать. Вот. В этом кусочке лекции, ну, буквально за 15, наверное, даже, может, меньше минуты, я расскажу про тематическое моделирование, чего это такое, какие методы основные есть для решения этой задачи, и причем здесь вообще байсовский вывод, что это за такой фреймворк, и как с ним работать, чтобы не устать и не делать сложных байсовских выводных формул. Ну, давайте начнем с простого. Значит, тематическое моделирование. Что это такое? Это простая задачка, с помощью которой, что мы можем делать? Мы можем взять корпус текстов, который у нас есть, и классифицировать его на несколько классов на темы. Очень просто. То есть, мы изначально не знаем, какие темы у нас будут в корпусе, то есть, по факту, это задача не классификация, а кластеризация. Мы пытаемся в корпусе текстов найти те темы, которые там наиболее полно представлены, и разделить наши документы по этим темам. То есть, по сути, как и на картинке, есть несколько документов, делим их на некоторые кластеры. Один кластер, одна тема. Это полно-супервайз? В смысле, что у нас нет набора тем, кто... Нет набора, да, прям полностью-супервайз. Вот. Ну, в целом, зачем это вообще может быть нужно? Зачем нужно решать такую задачу? У нее достаточно много практических приложений, то есть, во-первых, это некоторая категоризация текстов, например, их можно упорядочить в каком-то удобном формате. Например, у вас есть куча статей, вы хотите их разделить по темам, и положить на ваш сайт там под разными заголовками. Ну, вполне себе, почему нет? Можно использовать его тематическое моделирование для рекомендаций, например, то есть, выдавать какие-то тематические рекомендации. Можно для поиска, можно использовать там, не знаю, на самом деле, для кучи других задач, например, можно как-нибудь их использовать для того, чтобы сделать там, поиск браузера более удобным. Вот. Можно использовать для суммаризации. Но в целом, то, что мы хотим получить, это несколько тем, а каждая тема будет описываться просто набором слов, которые в ней чаще всего встречаются. Ну, например, как вот здесь. В теме education встречаются слова public, teacher, state, president. Интересно, почему президент? Ну, ладно. Вот. И дальше по этим темам мы хотим научиться разделять документы, которые у нас уже есть. И при этом подсвечивать вот ключевые слова, которые к каждой теме относились. Ну, например, вот наш кусочек текста, в нем встретились четыре темы одновременно. И здесь соответствующими цветами подсвечены те ключевые слова, которые отвечают за ту или иную тему. Ну, например, в теме бюджет подсветилось слово 1,25 миллиона. Ну, вполне логично. Вот. Постановка задачи вроде достаточно простая. Теперь давайте разберемся, как решать такую задачу. Изначально мы принимаем два предположения. Первое, это то, что каждый документ состоит из некоторой смеси тем, ну, тем, представленных набором слов, как я только что показывала. Второе, то, что каждая тема состоит из некоторой коллекции слов. Каждая тема представлена смесью наиболее часто встречающихся в ней слов. Окей, отлично. Так. Да, то есть, если говорить про входные и выходные данные, которые у нас есть в этой задаче, на вход мы получаем коллекцию документов, то есть, что это такое? Просто несколько технических документов, которые мы можем побить на токены, например, на слова. А на выходе мы хотим получать некоторый список тем и распределение документов по этим темам. Наши темы, их еще называют латентными переменными или скрытными переменными, то есть, это то, что мы хотим из нашей коллекции документов достать, то, что мы хотим научиться понимать из нашей текстовой коллекции. Вот. Ну, здесь еще раз перечислено то, что я говорила. У нас есть документы на вход, из них мы достаем слова и строим некоторые словарь по нашей коллекции, то есть, просто список всех слов, которые там были. Хотим найти скрытые переменные темы. Вот. Ну, с постановкой задачи вроде все понятно. Ну да. Отлично. Теперь, как мы это решаем? Мы хотим научиться раскладывать одну матрицу частот слов, а под этим я понимаю, что у нас есть, давайте я нарисую, есть матрица, у нее по горизонтали, например, документы, там, док 0, док 1, так дальше, док N. Вот. А по вертикали слова, которые у нас есть. Первое слово, второе слово, третье слово и так дальше. А здесь стоит некоторая метрика, сколько раз какое слово встретилось в нашем тексте. Ну, например, слово 1 было в первом документе 1, 1 раз, во втором документе 0, там, в N 4 раза. Вот. Вместо частот слов в эту матрицу можно писать, в принципе, какие-то другие метрики, например, какие-нибудь, не знаю, встречаемости слов, то есть вместо частоты писать просто изничку или нолик, было оно там или не было. Но это уже такие варианты, это не очень важно. Изначально у нас есть такая матрица. И мы хотим научиться эту матрицу раскладывать на произведение двух других матриц. то есть хотим умножать эту матричку так, чтобы здесь были слова, а здесь были темы. Вторая матрица будет здесь, у нее темы, а здесь документы. то есть по сути тематическое моделирование это просто решение задачи матричного разложения. Мы хотим учиться вот такую матрицу раскладывать на произведение двух других матрич. ну и в принципе вот здесь обозначение на слайде. Первую матрицу обычно называют матрицей фи, вторую матрицу матрицей тета. Вроде достаточно понятно, что это, но остается вопрос, как это матричное разложение делать, то есть каким алгоритмом все это дело обучать. Если более подробно посмотреть на вероятности, которые у нас в этой модели есть, мы хотим научиться предсказывать, мы хотим научиться апроксимировать вероятности вот такого вида, вероятность слова при условии документа. То есть по сути это частота того, ну некоторая нормализованная частота того, насколько часто наше слово в встречается в документе. Хотим научиться раскладывать вот в такое произведение. То есть если говорить об этом не в матричном виде, а в виде формулок, то можно расписать все это дело вот в таком виде. То есть вот эту вероятность ПВ при условии Д мы можем расписать вот таким образом, просто из сервера. Думаю, переход довольно понятный. Кому не понятно? Всем, думаю, понятно, да, отлично. Ну и дальше мы говорим, что наше слово зависит только от темы и не зависит от документа. То есть слова могут встречаться в разных документах в разном каком-то виде. И делаем вот такой переход. Ну мы принимаем такое предположение, что вот наши слова могут равновероятно везде встретиться. Как без этого оно не работает в таком матричном виде. Ну да, в общем, видите, это не очень правдно. Так, вот. Ну здесь то же самое, что я на доске нарисовала в произведении двух матричек. Вот. Теперь вопрос, как все это дело учить. Учить будем, исходя из привычного способа, будем максимизировать логарифм правдоподобия нашей модели. Для начала надо расписать правдоподобие модельки. Вот таким образом. То есть мы берем вероятность встречания каждого слова в нашем документе, столько раз, сколько оно встретилось. Здесь оно вылазит в степень. И проходимся по всем нашим документам. Таким образом. Поскольку у нас логарифм, все произведения превращаются в суммы. Вот так. И вот эта вероятность с прошлого слайда, мы ее расписали как произведение двух вот этих матричек. ФИТЭТА. Вот. Таким образом получается вот такая формула, которую мы хотим максимизировать. Вот. Что здесь фиксировано в этой формуле? Вот эту штуку мы не можем максимизировать никак. Это просто матрица частот из нашей коллекции. Ну это наши входные данные. А значит максимизировать можем только вот эту штуку. Произведение ФИТЭТА. Вот. Ну и давайте будем это делать. Как мы это будем делать? Да, еще у нас есть некоторые ограничения. Понятно, что здесь все должно суммироваться в единичку. Ну и все вероятности больше либо равны нуля. Вот. А обучать все это дело будем с помощью ЕМ-алгоритма. То есть возьмем Е-шаг, М-шаг. И будем обучать... Будем максимизировать нашу формулу. То есть вот эта вероятность темы при условии слова и документа, ее можно расписать вот таким образом. Первый переход это просто формула Bayes. Дальше мы заменяем вот наши вероятности. То, что было на прошлом слайде расписано. Просто расписываем и то, и другое через произведение ФИТЭТА. На М-шаге мы будем каждый раз оценивать ФИВТЭТЭТЭТА и ТЭТЭТТЭТА. Вот таким образом. На нулевом шаге все это дело можно инициализировать просто нормализованными частотами слов. То есть на нулевом шаге мы берем и говорим, что вот у нас есть вот это, сколько раз слово встретилось в нашем документе суммарно, берем, нормализуем, и получаем некоторые распределения. А потом каждый раз на Е шаге мы будем оценивать нашу вероятность П, Т при условии Д и В, а на М шаге, уже используя подсчитанную вот эту вероятность, обновлять веса для Фи и для Тета. И таким образом, при этом вот НТД и НВТ можно таким формулам посчитать. Здесь как раз фигурируют вероятности, которые на Е шаге мы посчитали. Таким образом, через несколько шагов все это дело сойдется, и мы получим более-менее адекватные значения Фи и Тета. Под адекватным я имею в виду, что темы, которые у нас получатся, будут плюс-минус интерпретируемыми, то есть слова, которые относятся, ну, слова будут из примерно одного домена в каждой теме, и мы сможем глазами, посмотрев на них, сказать, какая тема, ну, как можно заглавить каждую тему. То есть если перелистать на слайды назад чуть-чуть, ну да, то, например, вот эти темы выглядят довольно неплохо, потому что слова там в теме Education, они плюс-минус похожи по теме. Если бы здесь был какой-то набор слов, не сочетающихся друг с другом, приправленная там предлогами и союзами, это значило бы, что наш алгоритм не доучился, и нужно либо дальше учить, либо как-то по-другому инициализировать, в общем, думать, что с этим делать. Вот. Этот фреймворк, он называется PLSA, probabilistic latent semantic analysis. LDA построен на его основе. Собственно, зачем нам вообще нужен LDA, чем плохо PLSA? Простой метод, матричная факторизация, понятно, работает. Чтобы обучать, ГПУ не надо, всё хорошо. Почему он может быть плохим? Или иногда не сходится, или там что-то у него будут темы плохие получаться. Ну, да, в целом да, но основная проблема, что у нас супермного весов, очень много. Ну, представьте, сколько слов в словаре может быть, сколько документов. Весов очень много. А никакой регуляризации на нашу модель не наложено, и она может переобучиться. Это плохо. В общем, основная проблема, что всё это дело может переобучаться. Плохо, давайте регуляризовать. Переобучаться в каком плане? В плане, что оно подзаточится на нашу коллекцию. Если мы, к примеру, выделим какие-то темы из нашей коллекции, и попытаемся туда добавить другие документы, новые, и их засунуть в какую-то из наших тем, то это не очень хорошо получится, потому что темы какие-то, ну, странные. Вот. Придумали следующий фреймворк LDA. Ну, как бы, обе эти вещи, они достаточно старые. То есть PLSA появился в 99-м году, а LDA через 4 года после этого. Вот. Что решили придумать? Решили, что нужно наложить некоторые априорные распределения и на матрицу ФИ, и на матрицу ТЭТа. И это как раз и будет нашей регуляризацией. То есть хотели сделать, чтобы мы начинали не с какого-то рандомного распределения, а с вполне себе определенного. В качестве этого распределения выбрали распределение Дерихле. Ну, вот, формулки есть. Я думаю, никто наизусть не помнит формулу, но вот теперь вы можете на нее посмотреть. Вот. И теперь инициализировали как раз ФИ и ТЭТу некоторым распределением Дерихле с разными параметрами, там, альфа и бета. Вот. Почему распределение Дерихле? Какие идеи? Не знаю. Ну, да, у него оно сопряжено к мультинамиальному распределению. Это очень хорошо, потому что дальше при Байсовском выводе там всегда в знаменателе возникают эти сложные интегралы, которые невозможно взять. А если распределение сопряженное, то все идет гораздо проще и приятнее. Вот. Собственно, основная причина, почему выбрали распределение Дерихле, это то, что Байсовский вывод можно нормально проводить с ним. Другая причина, такая, более официальная, это то, что распределение Дерихле в принципе хорошо позволяет описывать и достаточно скученные данные, то есть у которых, не знаю, один большой кластер, и данные, которые разбросаны, у которых много кластеров, между ними большие расстояния. А с помощью вот этих параметров альфа и бета можно очень хорошо варьировать то, какие данные мы описываем. То есть варьировать, например, межкластерные расстояния между ними или там расстояния внутри кластерные. То есть, меняя вот эти параметры, можно хорошо описать практически любые данные в контексте именно тематических моделей. То есть неважно, насколько темы разные в нашей коллекции, все равно такое априорное распределение позволяет хорошо их описать. Ну и в принципе, если говорить про основу LDA, как бы основное, мы взяли априорное распределение, наложили на PLSA и получили более хороший фреймворк, который в среднем дает лучшие результаты. Как обновляется, что тот же M-шаг уже, видимо, не подойдет? Ну, по факту можно делать то же самое M-шаг, но тут сейчас покажу. То есть вот здесь, когда мы делаем переход по M-шагу, здесь еще плюс к вот этой штуке будет добавляться элемент вот этой регуляризации байсовской. Тут будет плюс там альфа или что там, бета-уфи. на как раз, ну что-то, не помню, там расписывать надо. На формулу, которая будет соответствовать этому регуляризатору. Ну, из гамма-распределения там можно вывести. Фу, то есть деревья распределения. Но по-хорошему нужно делать просто байсовский вывод, брать вот эту формулу, расписывать ее там через... с распределением деревья, потом интегрировать все это дело. То есть это не итеративное, а просто находится решение. Да, можно так, можно итерациями. Можно я тоже опять добавляю маленький комментарий? Вкратце, почему вообще распределение деревья? Я только что говорил про то, что оно сопряженное. Вообще, про байсовские методы мы не говорили от слова совсем. И это еще более улетевшие в космос вещи. Относительно того, что мы рассматриваем сейчас. Я на эту тему думал, потом что-нибудь скажу. Здесь, за счет того, что у нас есть вот это распределение деревья, по сути, говорим, что оно у нас априорное. Теперь мы на него, по сути, смотрим, как на априорное распределение. Тогда, чтобы посчитать M-step, максимизирующий M-step, мы можем использовать вот эту нашу вероятность распределения, которое теперь просто исправит, и его промаксимизируем. За счет того, что у нас там внизу стоит интеграл по сопряженному распределению, оно возьмется. Точнее, мы этот вызываем. То есть для нас вообще ничего не меняется. В формулах мы точно так же можем браться распределением, просто теперь у нас справились. Ну вот, еще из основных идей про LDA, это то, что, ну, и PLC, и LDA, это генеративная модель. А значит, что, ну, тренировав ее, мы можем генерировать тексты и определенные темы, там, с определенной тематикой. Вот. Ну и как бы здесь вот нарисована картиночка. Это, собственно, фреймворк, как происходит генерация текстов. То есть что сначала нужно зафиксировать. Чтобы сгенерировать тексты с помощью модели LDA, нужно сначала зафиксировать параметры для наших распределений деревья, альфа и бета. Потом сгенерировать некоторые распределения ФИ, то есть распределение слов в теме, как бы выбрать самим, какое нам нужно. Потом сгенерировать распределение ТЭТа. И дальше уже делать документ. Как бы дальше под этим мы гjenерируем тему, а зная тему, нашу скрытую переменную, и зная распределение ФИ, мы можем сгенерировать документ. Вот. ну в принципе давайте подробно на всем этом останавливаться не будем есть такой алгоритм более подробный как происходит генерация но времени уже мало я предлагаю на этом обзор такой коротенький закончить а сейчас один вопрос про инициализацию карьера про нее мы несколько раз уже говорили декларативно что вот на зависает инициализировать какими-то хорошими вещами почему их надо инициализировать хорошими вещами мы говорим типа ну потому что так сходится лучше сейчас будет проекта почему опять же материал чисто на услышать понять что вы есть вспомнить когда-то ну если вам понадобится так про это можно прочитать но у нас есть опция студенческих докладов вот вадим первый на этом потоке кто-то интересное вадим можешь пока представиться тебе подниму собственно меня зовут вадим все представился расскажу я собственно про статью называется она если я правильно помню андерс на сцене the difficulty of training deep fit for new networks это статья собственно ксавьера глорота и еще товарища не помню какого зовут ну кстати на самом деле ним не только ксавьера нисележейшин обсуждается но типа там другие вещи которые совсем не актуальны ксавьера нисележейшин актуальная штука вот что есть ксавьера нисележейшин и откуда она берется давайте рассмотрим случай давайте рассмотрим нейронную сетку обычную самую классическую dance нет собственно ничего такого сверхъестественной картинки нет обычная сетка вопрос в том что там было красиво нарисовано то что их хочу сказать что у сеточки типа ни у кого не вызывает вопросов тот факт что когда мы до рассматриваем один слой пока вот сетка из одного слоя забыли про то что он был отчет про про глубокие сетки один слой ни у кого не вызывает вопросов что одна единица ну одну одна позиция вектора output это слой это ничто иное как взвешенная сумма а вот взвешенная сумма иксов на веса веса соответственно мы обучаем это ни у кого не вызывает вопросов не так ли интересно так и еще одна маленькая вещь мы про я щас про активации немножко забуду на нем на одно мгновение но я хотел бы сказать что в данном контексте очень важно и существенно что активации является что-то в духе гиперболического тангенса это типа функция который наверно все знают существенно что она симметрично относительно нуля я криво нарисовал но она симметрична и что здесь производные единицы в нуле и это максимум производный на самом деле это не какая-то блажь я вам не туфту затираю релу была представлена впервые использовал в 2011 статья выпущена 2010 то есть тогда это было стоит of the art тогда все использовали более-менее или сегмоиду или тангенс вот теперь забыли пока про на про активацию про следующие слои пока что с один слой это взвешенная сумма и это взвешенный вывод этого слоя это вешенная сумма давайте посмотрим что из-за чего у нас возникают проблемы при обучении почему а сможет затухать градиент ну посмотрите на тангенс он конечно кривой но вы представьте что этого у него справа и слева плато если мы пойдем туда то у нас градиент не будет конечно какой-то но он почти 0 а если у нас еще несколько слоев то это совсем катастрофа поэтому что мы хотим мы хотим чтобы предполагая что у на ну мы говорим что мы не знаем какой вот надо вход но допустим это какое что-то из примерно нормального распределения с не очень большой дисперсии этого легко добиться стандарт скейлером мы хотим чтобы в таком случае при выполнении этого условия у нас выход слоя до активации тоже был в каком-то хорошем месте нашего тангенса как как указатель лазерный сверху зеленый вот мы хотим где-то тоже здесь оказаться давайте скажем что мы хотим чтобы дисперсии чтобы ну среднем мат ожидания выхода все еще ноль потому что мы если мы инициализируем веса где-то рядом с нулем как-то и там нормально и вход у нас как-то вокруг 0 чешется то среднее все еще будет 0 мы хотим чтобы у него дисперсия была не очень большая на самом деле какая небольшая допустим единица просто хотим дальше будет понятно почему потому что не умножаться будут друг на друга собственно это дисперсия расписывается вот так неудивительно если мы говорим о том что все веса инициализируются да мы говорим про первую итерацию когда мы что-то как-то инициализировали что там будет дальше это уже не наш вопрос это инициализация вот тогда если вот эти w или омеги если угодно инициализируются независимо друг от друга а x и суть есть нормальное распределение вокруг нуля и тоже независимо друг от друга то эта штука записывается просто как n bar w это и житая мы хотим чтобы вот эта чиселка оказалась единицей ну вот вот вам распределение она даст такую оценку это называется эта штука называется нормальная нормально распределение saver normal initialization эта штука есть прям в пойторче но это затравка на самом деле это не то чем статья в статье вообще на было распределение униформ униформ распределения вот но это чтобы было понятно вот то что я сейчас буду рассказывать будет аккурат про то же самое но только про глубоких свет когда да да иначе вы здесь был корень и zen разумеется спасибо штука эта затравка который увидел вчера прям вечером прям совсем вечером но она очень хорошо иллюстрировала то что я сейчас расскажу дальше пойдут формулу прямой статьи вот это не что иное как листик со статьи просто какие-то слова которых нет на слайнах теперь к самой статье ну статья как-то называется говорит что-то про глубокое обучение давайте вспомним о том что слоев собственно не один слоев-то много и выход у нас не просто сумма а на самом деле матричное умножение это мы умножаем выходы предыдущего слоя на матрицу весов и прибавляем bias после этого мы берем активацию от этого дела вот f это активация и собственно суть важно в статье прямо написано что это активация есть какая-то функция которая симметрично и единицы в нуле имеет производную единица вот эта суть важно не знаю почему типа до сих пор использует к савьера потому что формально грилу никак не относится к этому делу ну то есть она не подпадает под это определение вот ну допустим тогда что мы в итоге по выходам всей сетки считаем какой-то коз кост ну лос кос неважно давайте найдем производную по выходам до с это это выход этого слоя z это это в некотором плане вход этого слоя z это я это то что получилось после инициализации после активации предыдущего словно это вот форму собственно касты тогда производная считается вот так но это не сложно это мы выписали с и плюс 1 используя вот эту формулу и продифференцировали просто по правилу там производной сложной функции вот теперь мы говорим что по сути среднее значение как я уже сказал у нас весов где-то вокруг нуля крутятся равномерно распределены ну или нормально что сути не меняет и и входы тоже распределены нормально вокруг чего-то в таком случае среднего все еще ноль мат ожидания если угодно ну где-то рядом с нулем тогда производная где-то рядом с единицей это просто чтобы выкинуть вот это собственно почему так важно что активация похоже на тангенс вот тогда удивительный факт что дисперсия весов может быть записано вот так это вот на самом деле вот эти формулки не что иное да это все при условии что мы говорим что веса у нас что входы у нас независимо друг от друга и распределены вокруг единицы нуля как-то и веса раз у нас и проинициализированы независимо друг от друга вот это какие-то оценки они получаются за этих формул честное слово получаются если интересно можете посмотреть статьи ну просто мы за 15 минут не ложимся если это буду рассказывать это какие-то оценки что мы хотим что мы хотим к как мы хотим бороться с переобучению с исчезающими градиентами ну мы хотим примерно 2 свойства первое если с точки зрения форвард пропагейшина мы хотим чтобы информация шла вперед по сетке чтобы она не затухла где-то в середине и исчезла для этого мы хотим чтобы выход последний выход активированный выход следующий всех следует всех слоев по дисперсии совпадал с предыдущими это первое уравнение первое равенство с точки зрения бэк пропа мы хотим чтобы градиент не затухал то есть него тоже была дисперсия тоже сохраняющийся при этом не позит и там заметил за тит это активированный выход с этой не активированных тем не активированы для производной потому что обновляем там и его мы веса обновляем они функции ну из этого получается вот такие два условия это просто из этой формулы из этих двух форму из решения системы уравнение ну они очевидно если м и т.н. и т.н. и плюс 1 это размер слоев да я забыл сказать прошу прощения если n и т.н. и плюс 1 не совпадает очевидно эти две штуки выполнить нельзя ну они просто друг другу противоречит тогда вот эта штука предлагается как некоторые трейдов туда-сюда вот соответственно говорим что мы хотим вот такого свойства чтобы она соблюдалась как-то сделать ну не сложно да вот эта формула честная эта формула получается если мы говорим что все все веса инициализируется вот до этого момента мы говорили о том что веса как-то инициализированы у них есть какая-то дисперсия что-то такого сорта мы хотим на нее какие-то условия наложить сейчас мы говорим что они все инициализируются одинаково с одной какой-то дисперсии в арбе парад w вот тогда верно вот эти утверждения вот отсюда уже понятно какое распределение на самом деле должно быть у весов просто если посмотреть вот из этого следует что вот этот коэффициент который растет с номером слоя он должен быть единицей начну иначе он будет или большой тогда все будет возрастать или маленький тогда все будет затухать мы хотим чтобы это было ровно единица а этого можно достигнуть ну на тот момент но собственно и сейчас было принято инициализировать веса из равномерного распределения поэтому вот таким равномерным распределением это называется xavier uniform эта штука получается просто записыванием n вар w равно единица и подсчет и исходя из того что мы хотим uniform от минус а до а и считаем дисперсию просто по известной формуле корень из 6 ну потому что там 1 12 в дисперсии вот и все вот ну то есть можно поставить получить вот это называется xavier uniform это то что было статье вот все эти формулы были явно скриншоте на и вставлены сюда из статьи вот это результат они обучали не помню что на своем дата сайте который они сгенерили немного рандома там к ним немножко бредовая вещь честно говоря вы можете почитать она не содержательная но это просто это за сет а это есть распределение активации значений активаций сверху для того что было принято тогда это инициализация от униформу цели зейшим от минус 1 на корень из н до плюс 1 на корень из н там получается n вар вар w одна треть то есть он должен затухать и он вот он действительно затухает как можно видеть вот он там пятый слой совсем внизу где-то тусуется вообще с ростом номера слоя он затухает эта штука когда они не цилизировали соответственно с тем что они предложили все получилось как-то хорошо красивенько понятно вот почему это используется сейчас абсолютно непонятно ну как понятно в рнн как в рнн как где есть тангенс гиперболический там все совершенно понятно почему это использует стрелу абсолютно непонятно ну иногда используют не знаю некоторые диплеринг инженера просто чувствовать себя шаманами если вот побить бубен хорошей инициализации то наверное все сойдет нет есть там нету графика всходимости кажется что там есть какие-то циферки для для разных там моделей на разных кажется даже дата сетах да там это есть вообще статье много всего есть это одна там из 6 страничек то что я рассказал она действительно лучше сходится в еще раз эта штука о том как о том как получить хороший проект чтобы он лучше учился чтобы он лучше начал учиться чтобы он хоть шагнуть то смог хоть куда-то туда они с умер самого начала собственно статья начиналась того что они показали что функции что сетка с сигмоидной активации в самом начале обучения шагает куда совершенно не туда но потом по какой-то абсолютной магии оттуда вылезает где-то там далеко далеко на какой-то там не помню эпохи вот ну тогда то сетки были маленькие тогда можно было это посчитать ну смысле явно обучить 2010 три года ну почти алекс на там не алекс на тучи вот соответственно а это все было немного в этом ключе то есть я сейчас рассказываю середину статьи фактически даже не середину даже конец после этого идет только апробация всего того что было описано вот но в целом они ратовали за две вещи за то что ребята не используйте сигмоиду сигмоида сдвигает вас куда-то не туда у нее она несимметрично относительно нуля это вообще ужасное свойство и еще она соответственно имеет те же самые проблемы в духе того что у нее вот сверх слева и справа плато и градиент может затухать ну вот из-за того что она еще сдвинута наверх у нее возникает то что у сетка хочет ее в самом начале обучения задвинуть куда-нибудь далеко далеко где 0 там это описывается можете почитать это как раз понятно статья в целом не очень хорошо на мой личный взгляд написано но вот это хорошо написано статья просто как-то очень бестолково там три графика там три сетки с тремя разными активациями три разных графика по-разному нарисованных одного и того же вот это я вообще не понял шаг но в целом статья такая вот это все собственно все вот эта штука называется xavier uniform не вот это вот эта штука xavier uniform в торча торч н.н. и нет xavier uniform это вот аккурат она единственное штамм game есть еще параметр как на который умножается вот эта штука если мы хотим по какой-то не по неведомой нам причине чтобы n вар w было не не единица что-то другое вот идея такая это идея такая что мы сейчас как-то инициализировали это инициализация абсолютно неправильная это не то что мы ищем нам надо как-то сойтись к тому что мы хотим для этого нужно чтобы мы шагнули желательно чтобы шагнули всеми слоями не только одним потому что иначе мы долго будем сходиться вот эта идея о том как получить на первом шаге научить если learning create не очень большой то на первых нескольких шагах вот такой вот график не то что не улететь скорее наоборот штука позволяет нам улететь куда-то туда а так бы мы встали на месте где-то не там вот в чем проблема вот вот это вот аккурат с этим борется есть две версии вот есть uniform вот это это xavier uniform есть рядом с ней же лежит вот аккурат вот это да вот вот здесь здесь действительно n квадрата здесь один n вот эта штука правильно написано вот здесь есть есть xavier normal есть xavier uniform они оба лежат вместе в нн и нити смотри мне но это же самое все нормал что и форм были сделаны из соображений что нам нужно получить хорошую инициализацию весов чтобы активации не убили нам градиент когда у нас релу у нас нет как проблема релу вообще кусочек линейный на 100 градиент будет для релу это не очень актуально но некоторые шаманы бьют будет не смотрите хуже вам этого не будет что у вас рандомное распределение какое-то что из них неправильно определенных предположить умолчанию скорее всего равномерно скорее всего то что использовалась 0 10 что-то раньше использовалась вообще везде типа uniform от минус 1 на корень из м до плюс 1 до корень из а вот и вот показывается что вот в этом случае как раз вот этот н варда был это одна треть соответственно он затухает по умолчанию всегда ну должен запихать наше время очень быстро убегает скажу одну буквально вещь я очень рад что вадим про это рассказал мораль очень простая на самом деле вот ребята еще 2010 году вы считаете 10 лет назад подумали об очень правильные вещи которые нужно думать и сейчас тоже мы можем с помощью абсолютно различных способов наставлять наши модели работать лучшие задачи решаться лучше здесь была проблема затухают градиенты в самом начале потому что них арестная цивилизация весов активация не сработала греет 0 как решали хорошая инициализация у нас была проблема долгосрочной памяти не то черепа потери памяти долгосрочной памяти лстм оттеншин так далее есть куча подходов которые абсолютно на самом деле интуитивны их можно математически встраивать туда и лда это та же самая полоса но мы сказали так нам нужно хорошее определенное распределение которое удовлетворяет нашим потребностям какой есть распределение перехли взяли засунули пересчитали прайер получилось отличный химотической модель мораль в чем у нас есть куча математического аппарата физических мыслей других техник машинного обучения его же достаточно много на самом деле из них знаете чтобы условно когда будете писать диплом не стесняться брать вот две какие-то разные штуки пытаться их скрутить если это по вашему ощущению и по математике должно дать хороший результат не все еще придумано можно использовать новые вещи их придумать вот это был придуман 10 лет назад ты вполне себе объективно это нормально хорошо выглядит хотя идея абсолютно простая не стесняйтесь пытаться делать что-то новое особенно в дипломе там в дистике врачи где хотите